Продолжение следует... А, это... Я понял, это, наверное, мне долг отдал человек, а я-то думаю, кто это, что это. Всё, я думал, меня поддерживают тут, короче, у Василий. Ну ладно, долг тоже хорошо. Просто не все на карту скидывают, поэтому Ромочка добавляю только. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, Блайзова Зенчик играет. Димага там всё ещё на ладере бьётся. Я так понимаю, уже будет три сразу же у нас на этих турнирах. Насколько силён оппонент Блай, я без понятия, но я думаю, что не очень он силён. Вот. Думаю, что для Блая это не крепкий орешек совсем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну у Блая тут линги мастятся, я вижу. Восемь штук он сделал, несколько дронов подстроил. Четыре линга есть, здесь пытается Блая уйти. Так, Овером уже Блая тяжело будет, а очень прям тяжело уйти. Значит, у Блая лингов-то много, но Муф ещё не готов. Сейчас ещё Овер упадёт, ё-моё, как неприятно. Но Блай успел нового Овера заказать. Чё-то зерк красный бегает туда-сюда. Блай сейчас заметит, что он назад возвращается. Зачем он назад возвращается? Так, Блай принимает Овера, сейчас этот Овер никуда не денется. В ответочку на своего потерянного убьёт оппоненту тоже. И тут королевой даже особо ходить не надо. Вторая пришла, помогла. Да, конечно, быстрее развалят они Овера, естественно. Надо только назад уходить. Роуч Ворон заказывает Блай, 10 ещё лингов строится. Тут Беллинг Нест решат секунду, реально. Сейчас решат всё секунду, потому что Беллинг Нест будет через 13 секунд. Если Блай ударит таким образом, что Беллинг Нест не успеет это, то вообще-то не ещё здесь завернуть ли Беллингов здесь оппонент Блая, то всё нормально будет. Через 3 секунды только Беллингов сможет. Может быть, этот зерк заходит Блай, видит Бэйнов. Сейчас надо окружать королев прям сразу. Блай окружает королев лингов. Дроны под ударом тоже. Надо уходить на ХГ сейчас Блай просто лингами. Вот начинает Беллинг вылезать. Всё, Бэйны все взрываются. Вообще нервно очень. Но это реально... Почему? Блай... Понимаете, Блай здесь не боится оппонента. Он считает его слабее, он здесь прав и... Он просто как бы рискует, получается. Но при этом всём действует хладнокровно, можно сказать. Он просто не боясь Беллингов грызёт всё как бы и нормально всё в него выходит. Был бы это другой игрок, не вот этот вот Упко. Возможно, Блай бы побоялся и убежал бы. В этом моменте бы прогорел бы и вообще игра проиграна была бы тогда. Потому что по экономике, конечно же, впереди красная зеркла вообще. Здесь уже 4 роучи есть и 7 сейчас ещё плюсом будет. Так что всё это вперёд пойдёт. Сетка в описании канала, как обычно на кораблик жмёте. Запомните уже, я даже этот кораблик никуда не убираю, чтобы одна эта картинка была. Вот. Бегаем. Чё, Димак там пришёл? Чё-то не наблюдаю пока его. Решил не играть, чё для отбора. Там так хорошо, блин, просто надо снимать. Решил не играть. Решил не играть, чё для отбора. Но просто указать, чё-то не нравится. К громко-мощ! Учё-то не все, где-то не играет. Решил не играть. И чуть больше, чем прик转. Учё-то на мучил водонос, присутствует isn't that empty? Субтитры сделал DimaTorzok Ну и решил благ вторую игру с мейна сыграть, просто не тянуть время Вот Добавил субтитры Новая королева создана А, кораблик сейчас заслонен анонсом Starcraft Legacy of the Void Сегодня 14.40, вот так вот, короче Обегает хитрейшим образом Блай сейчас А тут масс линги строятся То есть это именно под Блая под стройкой, видимо, идет, я не знаю И еще лингев выдвигается, пачка неслабая такая Так, здесь королева готова, лингев выходит, приходит Блай, видит, что лингев что-то многовато Все, готов мух Лингов много, смотрите Нужно ли Блая вот так вот драться? Конечно нет, у него лингов столько же И тут еще и две королевы с ХГ Лингам муфу не дает дэмэджа Лингам муфу вообще-то бонусов особо не дает Так, Блай в нахлую просто берет Кстати, потратил тут Упка немножечко времени На муве двигаясь сейчас реально И в итоге Блай не продавить здесь Так, выходит королева Две уже плетки Упка Но Блай обгоняет, смотрите, на шесть дронов уже Ну, видно, что разного, абсолютно разного уровня игроки То есть как бы у Блая вроде ничего не получается В итоге вот вам что тут Так, ну к демаги контролу следующему Прыгнем, пожалуй Если у Блая оппонента еще не будет Корейцы-то сколько участвуют, прям реально дофига Блайна халява тут Лингов разбирает оппонент своего Пропускает их наверх В итоге Овер улетел дальше Ну все-таки догонит Блай Овера, он далеко не уйдет Один хп успел зарегения сейчас Овер, поэтому сразу не погиб Хотя армор 0, то есть там 9 хп было у королева 9 дэмэдж Но Овер вот шпел дальше отойти Заходит Блай в наглую, у рабочих просто в наглую Нужно ли вот так вот Линга подавать? Я не знаю Не, ну с таким игроком может это и нормально Но вообще как бы Что-то перекапываться начинает Зачем перекапываться Что-то хрен его знает Типа поближе к минеральной линии Третья хата уже у Лай Овера готова В общем все хорошо у Лая Абсолютно все хорошо Ну это пока Вот тут какой пуст пошел Смотрите, с плетками Вот этот Укко дает Плетки правда 1.4 без скрипа идут Это совсем печально То есть они чуть ли не в 3 раза Медленнее Роучи Ну на самом деле в 2 С небольшим Ну Блай уже у самого Роучи Реведжеры и Ой, Реведжеров реально много Уже 5 штук По плеткам фаербольчики проходят Хэч плетки не смогут дойти Это очевидный момент абсолютно Блай сейчас мимо кидает На ход ноги кидаем Блай, что-то творится Реведжеров Блай тут натерял несколько штук А плетки в это время спокойненько пришли Такие Сейчас мы будем вкапываться Говорит Ука Ну а нато, кстати, даже успеть тыкнуть Наверное, кого-нибудь в плетках Здесь Блай просит Лингов сражаются Ну, Лингов вырубают Он быстро достаточно Хорошо, хорошо все делает Да, он Роучи тыкнуть успел ВП Гэл У Блай пока нет оппонента Я так понимаю И мы ждем Димагу Так, Аблай у меня добавлен Отлично на Америке Так, Аблай у меня добавлено Так, Аблай у меня добавлено Так, Рево ГГ, Здорово, Акирыч! Вот, нет, это команда, в которой также сортов состоит с парнем, сегодня мой друг с ним говорил, с которым они вдвоем туда попали. Все, он в сознании уже и реанимация переведен, значит все нормально будет. Какие последствия для здоровья в итоге будут, я не знаю, это уже, конечно, какие-то они будут, но самое главное, что все в порядке сейчас. И, конечно, все в порядке сейчас. И, конечно, все в порядке сейчас. Продолжение следует... 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 Так, всё прям реально много. Так, Фудимага есть. Ты ещё выиграл здесь, что ли, походу? Похоже на то. На третий, Баська, это печаль полная. Пришли марики сюда, мародёра. Мариков там не очень много нужно отметить. Димага что-то боится, тут летает. Но Мутки пока не потерял. Вот либераторы прилетели, я вижу. Четвёртой нету. Ну, Свитч мутку подрешал, неслабо на самом деле, я так смотрю. Ну, ты всё больше и больше, Линков забегание там попёрло как бы. Здесь тоже Бэйнов надо подморфить из-за бегания на вторую пытаться сделать Кайва. Ну, Контрол. Задничай что-то, Контрол. Вообще, туретку не построил, ни одну вообще. Ну, вот так нельзя делать-то. Как без туреток-то жить? Продолжение следует... Ну, чё, расшатал Димага тут, чё тут говорить. Причём как-то удивительно, прям расшатал. Причём как-то удивительно, прям расшатал. Приятного Путина. Продолжение следует... Че везде тут от демаги забегания идут, везде он шатает, муты очень много. Реактор демаг шатает. Так, контроль, там переселение уже делает непонятное. Вот выход идет от контролла, демага возвращается назад. Два скана, ну тут надо идти вперед, просто не париться. Демаг что-то на муве там летает, непонятно как-то. Тут уже мутки больше, чем мариков, блин. А демаг что-то все летает, там непонятно, что летает. ГГ, контрол, пишет. Вот, где демага вообще? Жду в игре. Так, чуди маг. Демага вообще сюда не выходил, в чатик что-то я не понимаю. Или он на канале? Да, демага уже на хосте, короче. Да, уже начали, короче, задержка. Ну ладно. Демага уже на хосте, короче. Да, идем. Да. 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 Продолжение следует... 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 Неплохие фаербулы, на Сент-Лю на одну попало, но только на одну. Так, овера нет, что ли, здесь, я не помню, была как-то тут. Интересно, очень-то располагается. Фаербулы по АЖ пошли. Плюс один, говорит, Блай, не будет у тебя Тейлз. Текущий доход ты уже не увидишь, потому что задержка на стриме, которую ты видишь в данный момент. Но в данный момент, вот сейчас, чуть позже, у Блай выше доход. Ну, конечно, у него рабочий больше, но примерно он одинаковый, потому что третий у Блай не раскачан просто сейчас. Как третий у Блай раскачает, а уже инкам изменится, естественно. Платонки отключил, да, между прочим. Я не понимаю. Кинул раз на мазеркор, кинул два. Видно же, что контролит. Нахрен, на счет 500 тысяч раз кидать на этот мазеркор. Уйди спокойно назад, так. Короче, пошел замес. Блай заходит на ХГ. Фаербулл и поставил кромпад. Древозеров очень много здесь. Что Блай боится, я не понимаю. То Блай лезет, то боится. Дима Вин, отлично, что Дима Вин. Дима Вин, отмазеркор кидает. Зачем, блин? Блай, третья раскачивается. Четвертую он ставит между этими базами двумя по порядку. Ромер, 17 роуч, еще заказано. Паллиометр просто супер преимущество, жесткое. Можно шпиль на всякий случай поставить, чтобы мутку заказать, всяких там мазеркоров или там дропы, если будут, или последующие свиньи мутку сделать и давить землей при этом все. Так Блай все правильно делает. Он понимает, конечно, свое преимущество и то, что надо дожимать оппонента своего как бы. Блин, тут готов вообще-то у Тейлса. Кстати, такой неплохой микс для контроля у Тейлса здесь образовался. Но слишком что-то Блайв все-таки много. Даже если он не убьет армию, он отменит третий нексус и по экономике у Блайв все-таки лучше. Да он и армию здесь пробивает. Фаербулы на сталкеров на центре падают. И Луна Блайв пробивает. Учен постоянно отступает. Кликнет, а кликнет вперед сейчас. Так, еще раз фаербулы зашли по сталкерам, там по центрям. Еще роучи все подходят. Подходят 16 плюс роучи. Много в дотекании лимит. Сейчас 32 боевого заказа. Здесь лимит сопоставимый, да, как бы в данный момент. Так, два оверчажа. Опять Блайв скупает. Опять начинается до беготня. Куда-сюда. Опять реводер что-то застрял там. Просто, ты понимаешь, что Блайв мнется-то? Ну, видно же, что просто здесь, блин, реально дохрена армия. Почему не убить-то просто? Блайв реводжерами неправильно стреляет. Что ж, что Блайв в чате нет. Он бы тебе объяснил бы сейчас, кто неправильно что делает. И то, что у Блайв все всегда правильно. На самом деле, вот, вопрос в другом. Все по-разному стреляют, и для разных целей по-разному стреляют. Что тут на этого пацана, конечно, нужно в точку. Значит, на такую армию попадать нужно площадь определенную, просто туда закидывать. Блайв вообще реводжеров много, то есть, ну, получается, он фаервол и все не выкидывает вообще. Вот так вот. 200 Блайв. Ну, блин, 150 дал скопить здесь. а 10 филды. Ёму, 5 имморталов уже здесь. То есть, сейчас роучи просто раскладывать начнет. Свитча, причем, у Блайв с этого микса нет ни во что. Так, заходит. Тейл сам уже не выдерживает. Решил, что надо вперед идти. Так, кстати, все, 32 секунды. Да, получается, 32 секунды кдшечка уже. Да-да-да. Офигеть. 6 штук было. Ну, вот линги очень прям вовремя у Блайв пришли. То есть, они сейчас затанковали имморталов. И все-таки Блайв дожимает. Реально, не знаю, может кто-то не согласится, но, по-моему, выглядит все прям как титанические усилия Блаяв. Но у него изначально было преимущество. И, как по мне, Блайв уже, как минут 5-7 назад, он мог просто прийти, как вот первый раз Роучи Реведжи им пришел и просто на оклике убить. Ну, в смысле, на оклике не просто не контроль, а выкидывает так же фаербол, как сейчас он кидает. Просто не отступать постоянно назад, а идти вперед. Вот и Мазеркор Блайв наконец-то сбил. Его успел отвезти. Тейл ждем. Вторую игру. Так, инвайт пошел, заходим. Тейл ждем. Так, поехали. Так, поехали. Поехали. Так, поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, поехали Следующая игра начинается Сервер у нас американский Помните об этом, у этом тоже есть минус И в этот раз Блай Своё любимое тайное оружие применяет Просто это супер хата Быстро Привет, 29.14 Ушел с работы, запарил Бича и опять мой стрим Ну, можно что-нибудь Нормально Было бы запарить, картошечки Повариться поставил, я не знаю Селедочки бы взял с лучком Но Бича проще, чтобы стрим смотреть Вообще не быстрее Вообще не быстрее Так, ну тут, кстати, Блай прогорел, ребят, обратите внимание, как он прогорел. Вот здесь уже Фатонка, Эзилок, и тут ничего Блай не сделать особо будет лингами его. Пробки выйдут, конечно же, отбивают. Здесь тоже Фатонка есть, я не знаю, как бы... Ну, Блай Ахата с другой стороны есть, вот он сразу же переходит в экономику. Нужно Королеву достраивать, мое мнение, не надо было, конечно, ее достраивать. Блай за каким-то хреном ее достроил сейчас. Ну, это наивно полагать, что... Ну, да, если Клифтумар это доделается, то Фатонка-то его видит, в общем, прикол. Клифтумар Тейлз убивает, даже не надо было париться. Фатонка бы его увидела, только второй бы мог бы сныкаться здесь. Даже уже Тейлз, который, блин, я не знаю... Ну, сейчас, последнее время, кстати, он не выглядит таким мертвым, как раньше Тейлз, что самое интересное. То есть, ну, даже Тейлз уже привык к Блай этим хатам в тем. Тейлз уже привык к Блай. Так, Лэйру Блай, а Тейлз решил, что нахрен с Блайм тянуть вообще. Закажу-ка я просто гейтов миллиард. Это все гейты, да, это все гейты, Блайм все свалил при этом, все. Надо сваливать, пытаться овером. Тейлз видит овер, успеет сбить. Ну, двумя сталкерами мог бы и успеть, но не успеет. В итоге Тейлз ничего, сбитесь. Улетел Блай овером. Сейчас все в порядке. Так, кстати, скоро будет уже Роуч Ворон готов. Давленького же Роллтонов не ела. Иногда ты хочешь купить, но что-то неловко себя чувствую при этом. А ты оденься как ученый просто, ну, и на кассе, где это, ну, там, по телефону начни звонить. Ну, что там, как наш эксперимент? Сейчас будем тестить, как там, как Роллтон на здоровье влияет, там все дела. Вот. А потом придешь домой, влупишь его в тупую, как бы. Хотя одеться как ученый, я даже не знаю, как это получается, но здесь обычно они очень-очень просто одеты, как бы. Хотя здесь прохода нету, наверное, визуального блеска, как будто бы он есть. Так, доваркиваются Талкера еще, третий Нексус здесь у Тейлс остается, линги забегают, ну. Мазокором даже оверчаж не надо выставлять, собственно говоря, Блайд шесть оверов делает, опять же, третья база нераскачанная, Варабам, вообще Роинь. Опять этих оверов миллиард пошло до 150 лимитов, куда они вообще, ну зачем они нужны сейчас? Так, призмали-то, где-то реводжеры, роучеры реводжеры дома. Блайд давить опять собрал, судя по всему, да, и линги заказаны, да, будет давление. Блайд давление. Блайд давление. Физму оставил здесь Здесь просто ринги на муи сливаются Блай заходит Фаербольчик один кидает С майонезом? Обязательно с майонезом Если жрать бича, то только 3 и с майонезом Не, ну 3 кому-то много, 2 там Желательно в глубокой такой миске Это уже не делал, лет наверное Много, короче 7-8 точно Мне прям стало интересно Как это сейчас бы было бы Бича с майонезом Мне кажется, вкусно было бы так, как и раньше Так, ну 138-117 Здесь третий нексус Вообще чуть-чуть совсем добывается Как бы и Блай тремя ровучами заходит Киша минеральную линию в рабочую Надо за минералы встать просто и всё И завлочить добычу ровучами Что Блай делает? Вообще нафиг расковырял здесь рабов Смотрите, уже падает Восемь пробок погибло Не все правы Здесь погибли В это время приходит Как оппонент Блай к нему С Блай, я имею ввиду Начинает шатать Блай нужно раньше было увидеть просто Как бы Что он идет И встретить здесь Потому что Если бы Блай встретил чуть раньше То этот протест Блай жал бы взад-вперед И ходил бы на месте Здесь ничего не трога А так как Блай стоял за своей хатой Он ходил взад-вперед И хату ковырял просто И всё В итоге Блай теряет просто хатку свою Ну барабам, он в плюсе Роучи не отменяет вообще Плетки пошли Так Третью Блайн ставить Другую По другому направлению Три много, два норм Ну если ты дрищу с каштанной С такими ручками женскими Женоподобной Такой вот С прической Тогда я одного вообще Выше крыши А нормальные пацаны Раньше три влупляли И всё нормально было Потому что Жрать-то больше нечего было Особенно в компьютерном клубе На ночь ты тусуешься Перед ночью влупил И нормально стало Или ночью там Рецепт, короче Здорового питания В кавычках Хату убивает Тейл сейчас Блай Дестабилизатор Уже Что-то Блай затянул И вообще У него реально Аутов мало Из этой игры У него только в лоб Есть шанс продавить Чем больше Блай бегает Тем больше будет Дестабилизаторов И тем шансов Этих меньше и меньше Будет становиться Ну сейчас будет До бесконечности Файерболы Короче, Блай С Тейлсом кидать Походу Тейлс без потерь Дерётся А Блай теряет Лимит уже равный Вообще Таак Аб Север Облай заметил Минус ну Попёрт залп Молоко Залп проходит На дестабилизатор Минус ну Хорошие филды Вот нормальные Зерки Эти Как только видят Филды Они сразу же Кидают фаерболы На филды Снимают филды Фаерболами Блай по своим Лингам Сейчас попадает Очень жёстко Часть Всё-таки По оппоненту Попала Фаерболчику На таких моментах Подлавливать надо С лавашом Может тебе Ещё и с колбасой Емоё Чё-нибудь Ким с лавашом Без ничто Емоё Просто Лаваш Это уже какое-то Мажорство Конца нулевых Я тебе скажу Как разорвало Как разорвало Сколько он Я не успел Даже заметить Сколько он Порезал Ну ещё раз скажу Этот 9 Просто в мясо Тейл сейчас Глай расковырял Потому что Нельзя бегать Всю игру На роучи Реведжерах И рассчитывать Непонятно На что Мы сами Без еды Садись Печём Здесь Не везде И бомжа Замариновать Нормально Можно было Как-то Поначалу Я помню В первом клубоке Вообще Мы это Как было Просто Берёшь пакет За 2 рубля Просто Его Хыч Мнёшь Просто Жёстко Вот так Там Эту хрень Открываешь Не с жиром А со специями Туда Усыпаешь И потом Вот так Как бы Испать Это Лупишь Его И всё И нормально Более-менее 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но я не знаю Их не было просто линго-байлингов Привет, Лёлик Нет, ты пропустил немного Но спеши сюда Еще много всего будет Так, ну что, два адептика строятся? Поперли вперед Получается у нас Нексус первый был, что ли? Или просто два? Да, это Нексус первый у нас был, получается Ла-10 лингов Тут два адепта заходят на треть Здесь ничего пока нету Скоро королева выйдет, естественно Так, на мейна второй выходит На треть тоже королева Очень скоро появится Нахрен Блай все отменил, по нему я Так, адепты зашли Блай хорошо перехватывает адепту номер один Адепту номер два тоже на изичах вообще Причем там мук жал сейчас, что самое интересное И в итоге Блай очень-очень выгодно Их принял, очень эффективно получилось Ну Блай зачем ему линки? Правильно, как бы адепту здесь убил Халявные линги высвободились Можно отдать просто так же прийти Нахрен это только делать Мы опять лингов просто Или даже семь сейчас Проект просрана была Светим секрет, все хорошо Опа, а здесь-то пуш у нас намечается На громождение просто гигантское здание идет От оппонента Блайя Блайя нужно как можно быстрее реагировать на это Заказывать роучи, заказывать мук Плеточку даже одну Блайя сейчас на всякий случай делает И правильно делает Без плетки здесь вообще никак Пошел в арк Что это? Архоны? Да, Архоны адепт надо выгрузить Но Архоны свитч во что-то это будет получается Во что свитч? Тем более, что Тейлс самое главное Или здесь нет? Здесь нет прохода 100% Он наглохо все застроил И пробку даже ни одну не вывел вообще К тому еще тут роучий Блайя сливает просто несколько штук Сплетится типа от сплэша Пошел до вар в сталкеров Но они с блинком вообще? Нет, они без блинка Это тупо Архона Сталкера Сталкера причем без блинка Что самое интересное Отступает Блайя назад Архона надо фокуснуть Архона одного сразу же Блайя отфокусил Второй там живой пока Надо отступить назад немножечко Тейлс прессует бодренько так Блайя Шел еще один до вар в очередной Призму Блайя сбил Какой фейл для Тейлса Он уже победил фактически Но просрал Призму И сейчас выйдет масс роучи Просто много реально роучивает Причем сталкеры без мула сейчас Что самое Ой, без блинка Что самое интересное И только на муви могли бы уйти отсюда А на муви они никуда не уйдут Это провал для Тейлса Это победа Блайя, ребята Сто процентный расклад Так, еще роучи реведжеры здесь появляются Так это пушь, вот этот пушь должен найти вообще с блинком Я даже не понимаю, какой смысл вообще пушить Если ты блинк не делаешь При вот этом всем раскладе То есть как бы У тебя есть твой лайт У тебя есть архивы темпларов Но архивы темпларов вообще непонятно Для чего То есть как бы Архонов можно из Даршайна слить Чтобы дешевле по газу было И заказать тот же блинк Это совершенно вообще другой расклад был бы И вообще так это все и делается В чем Тейлс сейчас вообще В поздний блинк хочет перейти Ну не знаю Тейлс пытается униксовать Теблай пушить будет Да, должен пушить 77-44 по лимиту Здесь у нас призма летает Уверсир облетает Сверху пытается Блай что-то стоит Что он стоит Не пойму Не выходит Не двигается вообще Если дождется блинка То уже и не пропушить можно будет На самом деле По лимиту Блай вообще не сильно впереди Я вам скажу Ему нужно просто сейчас вперед двигаться Блай Если он не пойдет сейчас вперед Как я и говорю Будет не очень хорошо для него Тут еще уже ресурс Сейчас вот Архону одного из зелков Нескаварпануть Просто чтобы блинков сдержали Первое Перед сталкерами Ну Будет вообще нормально 157-118 С другой стороны Блайк иж перемасил Ну Посмотрим Посмотрим Тейлз уже под блинк Выдвигается Да Выдвигается Под блинк Вперед Пошел и чудовар Блайк уже 200 почти лимита Тейлз тут по фаербулам Идет на фаербулы За блинк Ой Хорошо как зашло Агрессивный блинк Сейчас вообще был Конечно от Тейлза Сарский Вообще просто Такой провал Такой провал Просто блинк контроль Здесь И реально Сталкеров-то много было Блинк контроль И все Ну как никогда Не контролил Правда Ну Как никогда Не контролил Тейлз и решил Я ж никогда Б вперед Не жал Как вердос любит Ну-ка попробую Попробовал И Блайк Они же отбиваются Здесь просто Хотя Тейлз Наверное Он Я переоцениваю Тейлз Просто сейчас И зря гоню На вердосу Тейлз Это не то Что Б вперед Тейлз Это просто без блинка Вот пришел Отдался Как бы Это вообще Ну кстати Возможно Этот пуш Без блинка Чуть раньше По таймингу Был Чем стандартный Блинковый пуш Ну увидите К чему Это все привело ГГ Пишет Тейлз Какие-то Не игры Все А парадокс Просто Ху Как там Дима Отыграл Кстати Сортов Дима Говорю Не доиграли Что ли Даже Да Глайским Корейцем Сейчас будет Биться Кто Это Вообще Так И лайвом Сылаем Был Сейчас Будет Биться Похоже Димага Все еще Бьется С 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 Крутой Димага Да Да Так и Есть Контратаку Привел Несколько Люркеров На Мэйне Вроде Как Димаг Справляется С Атакой С Ортофовской Импакт У Димаги Еще Одно ЗВЗ Дальше Если Он Победит С Ортофов Кстати Говоря Пока Не вижу Чтоб Он Победил С Приростом Обязан Отбиться Дима Просто Обязан На Хорошо С Люрой Димага Работает Но Мэйн Что-то Теряет Там Дима Блин И На Муви Слился На Дальней Базе По-моему Сейчас Как Димага Умудрился Это Сделать Там Так Все Было Ништяк Вообще Гидролюры Столько Да Похоже Все Печально Захожу К Блай Я Уже Да Димага Проиграет Судя По Всему А Блин Замес Не Расконтролил Сейчас Реально То Мог Быть Чуть Лучше Законтролить И Было Все Хорошо Вообще Все Решу Гл Гл Да Все Сортов Победил 2-0 Оказывается Но Не так Просто Глай Спрашивает Про патч А что патч Куда он мог Деться Патч Типа На Америке Еще Не Вышел Я Должен Уча Ребят Через Уфа У меня Тут Чай Еще Осталось Во-первых Пирожное Сейчас Заберу А то Как-то Плохо Без пирожного Живет И Немножечко Быстрые Руки Можно Будет Устроить Чуть Позже В случае Три Четыре Плея Премиум Игра Приостановлена Что случилось Я чуть не понял Карта Что ли Старая Какая-то Блай Заставил Пересоздать Короче Лайва Вот У него Пин Короче Ну как бы Для себя С халявным Пингом А для Блая С не очень Пингом Ждем Начало Пингом 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Улучшение завершено. Всё, ребят, я здесь. На секундочку буквально отвлёкся. Блайп против Улайва. Улайп через Рипера играет. Не знаю, какой там улайпинг. Билл, что 250, но на другом сервере. На этом я не знаю сколько, у меня 160-150 на Америке. Но это более-менее приемлемый пинг, то есть на Америке можно играть. Западное побережье не очень выгодно для нас, как будет сервер. Нужно создать... Ой, как на халяву пролез он там, пёс! Ещё лингов Блайя наобивал, но Блай правильно ждал, как бы, но... Блин, и сейчас Блайв всё правильно сделал, но успел среагировать. Ну, кореец! Топовый кореец, как он мне среагирует? Лэйр у Блая делается. Как будто Блайв всё прёт, прёт! Четыре секунды до мува, блин! Давай сейчас слингов отдадим две штуки, просто без мува. Блайя уходит на муве. Вот. Причём не обязательно восточное побережье лучше, то есть на центральном, я помню, проверял, как-то даже лучше пинг был. В общем-то... Даже можешь сейчас посмотреть, короче. Так, 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 игра... По-моему, вот здесь это... А, здесь уже нельзя... Не, по-моему, можно как-то там посмотреть, я просто не помню уже какая... Не, наверное, нельзя в игре, пацаны, надо до игры смотреть. Хэлбат Пуш? Да, Хэлбат Пуш! О, Блайва намечается. Миллионов пять. А Блайва ходит шпиль, это абсолютный контракт. Шпилю то, что делает Лайф сейчас на самом деле. Вот. Так, два линга встречают. Ух, Блай не может-то сожрать его никак! Да что ты будешь делать? В это время приезжают гелики, становятся просто хэлбатами. Блай плетку заказывает. Да поздно, мужики, и плетка. Шпиль не успеет доделаться. Это катастрофа для Блая. Это подстройка под Блая реально идет здесь. Блай любит вначале захалявить там всякие нигусы там и шпили. Это 1-0 и лайф, ребята. Здесь уже тяжело что-либо сделать вот. Рурбо активировал премиум на ваш канал. Ух, спасибо, Рурбо тебе. Рад видеть, но тут минус все очень просто. Тайчи-то все катается. Вот это вот постоянно. А, ну типа сейчас он смутки прям возьмет и вытащит. В игре. Ох, как там жахнули-то, как жахнули. Так, смотри, что творится. Костерчик такой. Хлопаты руки греют. Блай, я понял, что во время игры уже не посмотреть. Я уже все понял, ребята. А не, на восточном меньше. Вон на восточном меньше. Бразилия и Австралия еще есть, не хотите? Причем на Австралии пинг даже лучше, чем на Азии у меня. Ну написан, по крайней мере, заявлен. Но на самом деле он может по факту выше быть. Давай садимся. Я даже не хочу пыли. Если бы не вынулась. Не думал, что на пинге надо было. Блин. 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 Выпадали на восточном не только, но и только вкладываться сām. Продолжение следует... 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 Надо мув лингом иметь, то есть если мув ублаздил, сейчас просто штучек 15 лингов, они врываются, затанкуют, пока, например, марики бы за этим мувером бегали, потому что если они в бункере сидели, даже так бы не получилось бы. Они врываются на ХГ, принимают там первый залп от танков, врываются прямо на танки, например. Танки друг друга сплэшем бомбят, если, конечно, лайф не начнет фокусить, а я уверен, что он начнет фокусить ровучий реводжер, все шансы-то минимальный был бы какой-нибудь. Здесь четыре танка, а четыре танка это просто супер масс ДПС, вообще как будто... Да. Хату власть ставит, хату сверху, дни прилетел либератор, объяснил, что добыча здесь... Что добывать с этого месторождения больше нельзя животным, никаким, и зверям, даже если они зерги. Привет, Кассиопея. Привет всем. Ну все, лайф снимают, все понимают, что пора, пора идти вперед. Здесь два ровучий реводжер, и либератор вернулся в задание или нет? Нет, этот на мейне, тут его скорка выбивает, Блай там чуть на вторую рабу перевел. Короче, пытается, ладно, выбить крип. Крип выбивает весь абсолютно, крипу мы больше не осталось, быстро очень будет, он сейчас исчезательный крип. Линги, кстати, добавились весьма, между прочим. Да. Что-то тут Клай вообще лайф просто расковырял. Просто расковырял у меня. Ну что, стим заказан будет, нет? Ну будет, да, вот лаба, есть реактора двора. Будет стим. Блай, конечно, не будет сдаваться. А, даже лайф, да ну, лайф, короче, не хочет. Что он лайф вообще думает? Что время-то вообще тратить? Пойду атаку, то бью, за такое иногда наказывают, но не в такой ситуации. Он видит, что зерк там вообще еле, вообще еле живой. Еле живой вообще. И идет добивать. Либератор есть. Вижем бы дал. Сейчас овера можно было бы сбить, например. Либератор на рамку там не вставляется. Либератор на рамку там не вставляется. Либератор тут рамку блочит. Ну, линги могут пробежать с потерей там одного линга. Королева подошла, зачем-то сюда, там, где убить. С брудлингами Влад отобьется. Ну, реально брудлинги здесь помогли. Брудлинг придет, порядок наведет, как говорится. Но брудлинг приходит только, когда здание уничтожено. Либо от брудлордов. А так как брудлордов мы не наблюдаем, понятно, откуда они пришли. А из хата, очевидно, из погибшей вот этой игре. Ничего не поделаешь. Привет всем на Твиче, пацаны везде. Мы ждем следующую игру, которую можно будет глянуть. Сорт-топ против импакта будет. Так, вот, 10 минут в игре. Не знаю, в каком там игре 10 минут. Ну, я хочу, потому что здесь Кин против Кыра бьется. Я уверен, что Кин как бы Кыра пробреет, что Кыра слабее гораздо была игрок. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну вот стандартная скорость То есть вот то, что он ДimaTorzok Не понял А в чем прикол-то типа Так, угодите Блэк говорит, мэпхак Да, у него там пхата прокси получается стояла Блин, я... Погодите, я фпшечку сбил Не понял Не понял Вот я все, конечно, понимаю А-а-а... Ну он через шифт повел А почему... Ну, хз как бы влажь постоянно хату делает, как бы, ну, прокси Что здесь противоестественного? Просто решил проверить позиции для прокси-хата. Ну, не знаю. Продолжение следует... Да идите вы, чё, куда жмётся-то всё. Ждём варди, короче. Так, погнали. Так, погнали. Так, погнали. Так, погнали. Ну что, кин против кыра. Так, погнали. Так, счёт никто не сказал. Так, погнали. 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 Погнали. Так, погнали. Так, погнали. Так, погнали. Погнали. Так, погнали. Так, погнали. Так, погнали. Так, погнали. Так, погнали. Погнали. Так, погнали. Так, погнали. Так, погнали. не суть, ребята. Так, ну вот начинает Кинша Атадис. Либератор на мэнни. Две пробки и минус. Приходят сталкера, конечно, сейчас они его быстро достаточно отобьют. Ну, Кыр выбивает Либератора. Кстати, лимит-то похож. Здесь можно пилон на старгете восстановить, что самое интересное и сделать еще одного оракула, тупо, как бы, например, для Хараса. Здесь минко-циклон у нас летали, то есть можно... Так, пробочки не направляются, что-то Кыр стоит, вообще он втыкает так дико. Вот, на КС пробок направлять. Здесь можно поставить просто пилон, чтобы оверчажем убивать. Здесь пробки вообще не строятся. Плинк скоро будет готов. Гейтов 5 штук, кстати. Так, и гейтов-то много достаточно. Так, здесь пробочку спалил. Да, циклон сразу с шестью рейнджами. Очень далеко стреляет. Очень далеко стреляет. Минус медиваг. Минус циклон. Очень неплохо. Летит призма вперед. Вот сейчас что нужно? Просто 5 гейтов, варпить юнитов, вот с этих, сталкеров я имею ввиду, Кыру и просто убивать. Причем можно варпануть еще 5 адептиков, здесь стенки если не будет, они просто внутрь заходят, первый залп от танка принимает на себя, ты вблинкиваешься сзади, фокусишь танк, фокусишь бункер до вычинки и просто убиваешь в хлам вообще. Ну вот К-2 танка будет. Чистым и сталкером, понимаете, в чем проблема чистых сталкеров? В том, что не факт, что получится танк быстрый. Так, танк выбивает у нас. Еще один танк готов, и Кин успевает вычинить. Что за ошибки глупые, короче? Да, вычинит танк, спокойно ходит к бункеру. Я говорю, того демаджа, который нанес по итогу Кыр, недостаточно было для того, чтобы убить Кина просто в лоб. Скан минус автемер. Сейчас можно что? Можно агрессивным блинком выбить бункер, например. Ну не вот так, как сейчас пытается Кыр его выбить. Хотя не выбил, смотрите-ка, даже. Ну давить нужно продолжать, это очевидный момент. Даже Даркшайн пошел. Но даже, учитывая Даркшайн, нужно продолжать давить пытаться. Так, Кина 1-0. Так, а я еще не видел, где эта инфа была. Штуки на 1-0 именно. Ага. Продолжение следует... 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 Так, пошел еще дробщик один. Ну, тут дробка раз идет, фидбеки по мидивакам, ну, нужно понимать, как они работают, а не просто кнопки сжать, то есть фидбеки работают на юнитах, у которых много энергии там не было, бессмысленно их было кидать, еще дэмэджа не наносил, то есть ни дэмэджа не наносил, ничего не происходило вообще. 2-0 в итоге кин, кин против лава, билу против импакта, то есть у нас будет ТВТ и ПВЗ в полуфиналах, то есть финал квалификации за 50 баксов, приз будет точно не зеркальный, это хорошо. Ну, еще где-то часа полтора-два. Субтитры сделал DimaTorzok Так, билу импакт, да, первая игра у нас будет, ну, отлично, ждем. Полуфинал обо 3, финал обо 5. Так, все ведем на Корею. Одни корейцы остались, ребят, поэтому имеет смысл доигрывать на Корее, короче. А смысл, да, играть здесь? Конечно, смысла нет никакого. Так, надо с Life NGSG выйти сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Так, пошел онлайн, отлично. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Адмирал, наверное, говорит, что обучение даже хорошее. А где оно находится? Там, где в меню, сетевая игра, там, кампания. Вот там, вот сверху, я так понимаю. Раньше оно там входило, я помню. После этого они... О-о-о! Приходит Билл и просто его раз... Ну, это 1-0, что тут говорить. Контроль от Протса был просто на уровне... Даже не знаю о каком. Чтоб никого не обидеть. На уровне просто я на базе что-то покликаю. И пусть там пацаны сами подерутся вообще. А вот здесь прям на блинке начал контролить. Так, сталкеров по одному отблинкивает, да неужели? Правда, на фаербулы попадают и ГГ пишет. Там пишут скоро supply-блок, и что рабочих надо строить. Это прямо я. Вот реально всех, кого учил, это я все говорил. Рабочих надо строить идеально, научиться вначале. Все из этого и вытекает в итоге. Но я бы, ну, еще, знаешь, там, линейку сверху, линейкой по рукам. Бах, бах, строить рабочих. Ай! Ладно, ждем продолжения. Это шутки, конечно, ребята. ! Очень easy. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... На уровне обучения... Может, и на уровне обучения. Импакт 1.0, ребята. А, силки, привет. Стрэндж силки с кем-то китайцем чудес-то не выбили. Этого достаточно. Ну да, было дело, но там как-то, по-моему, хз, короче. Чигаху джеку отправлял. Так, смотрите-ка. Прошел Чарлик приунывать тут на окне по чуть-чуть. Так, ну тут все аж пробки вынужден белую взять, чтобы подбиваться. Пытаться нормально. Пытаются лингов окружать. Ну как-то оборона проходит с трудом, мягко говоря. Я не понимаю, я сейчас только отвлекся. Всегда на секунду отвлекешься, вот. 12-17 пробок. Ну это катастрофа для процесса. Что тут говорить? Пробок 11 погибло на 9 лингов. На хилер-брос сколько времени? В 300 мне дали. Вот. Так что, ну там больше 100 еще точно осталось. Ну сотку ТУС точно раздал, я думаю, может даже больше уже премиум. Нужно разыгрывать. Нужно разыгрывать. Еще много турниров. Еще с какой-то числом 9 лингов еще 22 дня. Понял, у тебя стрейндж? Я думал, может нет. Кому-нибудь кинем. Скоро быстрая рука начнется, пацаны в чатике. Штучек 5 закину. Ну и будет, конечно же, просто я оставлю штук 100, там может побольше. Ну сколько есть, я не знаю. Я вообще не знаю, там такой список большой в текстовом документе. Через свойства не посмотришь, сколько там именно Excel у меня нет никаких. Короче, так, что-то тут вообще какая-то опасность. Не успевает рамку блокануть сейчас. Ой, какой провал, а? Так, ну пробки спасают вложение в очередной раз. А на мейне что? А на мейне линк забежала, еще 8 сверху. Катастрофа для экономики. Но не в СК-2 вернулся. Помню такого, помню такого. Я его еще называл типичный американец какого-то из этих молодежных комедий такой. На тусовках вот реально вот, не знаю, классический такой. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, второй полуфинал ТВТ ждем, финал будет ТВЗ уже точно. Так, Найт Киллер, бро. Да, на Твиче партнер, куда-то я вообще, как бы я про это и не узнавал. Так, Найт Киллер. Типичный Америкос Инконтрол. Нет, ты просто Нони не видел. Когда ты видишь Нони, ты поменяешь свое мнение просто. Ну, короче, к Новому году точно партнерку, я думаю, надо заморочиться с Твичом. Что-то не вижу, что есть быстрая рука в чатике реально. Что-то не видно. Что-то не видно. Попер первый прем, короче. Скай 7 активировал премиум на ваш канал. Второй пошел. Лучифер активировал премиум на ваш канал. Вот, Люцифер, вот пример. Сказал, есть быстрая рука. Сделал, блин. Красавец. Че? Все правильно сделал, как говорится. Два премиума пошло. Так, третий, потом еще похоже. Два, но третий с усложнением, с небольшим. Ну, реально с небольшим. Мастер вас активировал премиум на ваш канал. Мастер вас активировал премиум на ваш канал. Смотрите продолжение. Давайте, короче, еще прем Да-да, на твиче Найткиллер, бро Вовчетырек.мелкоактивировал премиум На ваш канал Что-то милкость сегодня в ударе, походу, потренился там, да? На физухе, короче, я смотрю Вот Аудитория достаточно большая уже на твиче И, ну, надо, да, надо Люди сами просят, чтобы подписка была Мне лишние деньги, почему нет? Просто единственное, но я всегда всех предупреждаю То есть, когда в серии стрим Если рестрим, то Конечно, тогда все на goodgame идите Бывает это Так, кинем что-то там, wait Так, кинем что-то там серг 7 real активировал премиум на ваш канал серг 7 real поздравляю там две скобочки были поставлены все ладно 5 раздал сколько там осталось порядочно осталось еще будет перепроверить и 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 Ну всё, ребят, ТВТ, поехали, наконец-то. И сколько времени, кстати? 17.39, я вижу время. Я надеюсь, что будет минут 10-15 до 19.00, чтобы я покушать смог за это время. Вот, это было бы круто, конечно. Я не знаю, будет ли это время вообще или нет. ТАСМ готов! Тарсон типичный поляк. Тарсон, да, такой он, как бы. Что-то у него есть, польское, я бы сказал. ТАСМ готов! Твичерестримить? Нет, Твичерестримить не разрешает, конечно. Чё, лысый, что ли? Да не, не лысый. Не лысый, а по 2 миллиметра. Понятно, блин? Вот так вот. Полностью не надо. Раньше под пол сантима стригся, решил попробовать по 2 миллиметра. Потому что полностью лысым, это вот, это вот... Голова такая, как-то, ну не надо. А по 2, нормально, более-менее. Сколько дней до конца время? Я не знаю, кто-то не у меня спрашивает. Я часто на время ему не подписываюсь. Так, лайф-акина идёт рипера геликом вперёд. Один рипер здесь есть. Кушать никто не отпустит меня. Печально, да. Да не, я думал, пацаны отпустили. Вот. Пообедать это святою. Так, ещё рипер, ещё гелик прилетает. Три рипера, два гелика. Здесь нахрен гелик только затанковывает. Я понятия не имею вообще. Хорошо, марики тут танцуют. На гранатах! Больше гранат не наблюдается. На развороте не получается забрать гелика. Риперы уходят на мэн. Резкий врыв. Хороший врыв. Викинг сел. Хорошо риперы на разваливала сейчас. Марика минусует. Тут и лайф пытается уйти. Две гранат. Под марик ещё одного забрал. Как он просто сейчас... Кин, простите, лайф синий. Как Кин просто сейчас разваливает? Это жесть вообще. Полностью лысый, это как хозяин мопса. Какого ещё мопса? Как мы с Дашей угорали, что типа... Есть лысые такие, у которых сзади складки на шее, как жопа. Как лыше, жирная. Прикольно смотрится иногда. Ещё гранат просто 15 КСМ. Треля риперами. Тремя риперами, ребят. Просто два гелика вот этих. Они фактически ничего не сделали. Ещё и Либератор последним залпом успел КСМ-ку забрать. Скинемся на пиццу, чтобы никуда не уходил. Даже если вы скинетесь на пиццу, мне нужно будет её идти забрать. А так как от двери кухни находится в трёх метрах, поэтому, я думаю, разницы нет. А там картошечка в кастрюльке, 4 картошки, и селёдочка в холодильнике. Не знаю, лучок, правда, порезан или нет. Нет, аж слюни потекли, короче. Ладно, не будем об этом пока. Вот. Заказывать ничего не хочу пока. Что-то недели-две назад чуть меньше, может. Не две, а неделю, наверное, назад с Дашей там. Я там и пиццу привозил, раз из души там, какие-то там заказывал. Короче, ну, пару раз, причём. Нахрен эти заказывания все. На уж к Новому году готовятся. Думаю, что там приготовить. Я в Лентус ездил креветоном, взял там около килограммчика по скидону. Правда, сами понимаете, что у креветона килограмм – это полкило льда, естественно. Так, идёт кинг вперёд, 92-71, полиамет, у танки все же. Ой, здесь рэвен с викингами есть. Рэвен сейчас авто-турели, иностаёт здесь. Хрена, они авто-турели просто раскладывают вообще. Как же больно они стебают, а? Умудряется кинг на ровном месте, просто на ровном месте взять и развалиться, ребята. Просто дичь какая-то. Делося, фармля, это только он бьёт, хочешь скину? Ну, не, не хочу. Нет, ну, опущенцев смотреть в конце года – это плохой, плохой знак, как бы. Ну, то год ещё следующий пойдёт не очень. Ладно, шутки и шутками ждём. К Новому году тоже надо готовиться, надо будет в ленту ещё съедить, что-нибудь рыбину вытять. Войска улучшены. Это реально провал секфолд. 100 грамм картошечки с селёдочкой на работе не стоит употреблять. А так как я сейчас фактически и есть на стриме, поэтому унисток. Марики прям на 4 танка дропают. Всё-таки кин давит, и всё-таки он успешно давит. ОК, лайф пишет. Ну, кин риперами вначале унизил, дальше уже всё было делать на технике. С пюрешкой. С пюрешкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 28 лет сидел за решеткой А, это какие-то там эти, которые поют на стримах Тогда, может быть, они не такие, как я сказал Вот, беру свои слова обратно Но тоже не надо Я подумал, там какие-нибудь дегенераты Типа наших дотеров, которые друг другу кабину в прямом эфире били Или каких-нибудь русских придурков, что на голову друг другу срут Там, как его, ПЗ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, понятно Ну, понятно Ну, прикольно придумали Короче, хорош про всякую срань спорить В чатик не засирайте Привет всем, ребят Ну, что? Что-то не реагирует вообще лайфпак А вот ток-ток, а вот ток-ток сейчас КСМ их начал отводить Ну, сейчас-то не отведена вообще КСМ-ки с газа просто падают сейчас Девять КСМ их уничтожатся Девять КСМ их уничтожено, но это катастрофа Десять Ой, гелики заехали с рипером Сейчас гранату давайте Он туда еще кинет Не, гранату, кстати, не кинул Марики все в хлам демеджены Здесь Банша залетает Ну, Баншу есть чем принять А именно Мариками плюс Циклоном Захватывает Циклона Марики задемеджили Минус Банша, ну и чего Двадцать восемь Десять цеха, правда, строится Собирается Так, и после 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 этого Либераторос и Геликов Собирается еще дробщик какой-то делать У нас, как понимаю, кинг Ну, кстати А, Викинг Викинг же получается сейчас А, нет КСМ-ки это биомех У Викинга есть бонус по КСМ-кам? Тянки собирали на Гудгейме По пятьсот человек Готовили Ключевое это слово Нужно понимать Какое здесь Тянки Что нужно Школоте еще Вот Что-то кинг, кстати, разваливает По-моему Лайва Жестко Так, медиваки вперед летят Плюс 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 Больше ничего Но в медиваках Танки Морики Ребята А здесь Циклоны Морики Гелик есть Плюс Танк приезжает От Кина Ой, как Танк Вольно Лайва Делает Но он пишет ГГ Потому что там Дроп Неудачен И здесь Как бы Провал Тоже Кин 2.0 Кин импакт У нас Финал Б5 Сейчас будет Ребят Ждем Ждем Кин импакт Такие дела Даже Переименую Сколько Время 18.00 Проставлю Время Субтитры сделал DimaTorzok На 3,5 из 10 Сказала Альфа Самец Милка в чатике Ну понятно, понятно Вот, я тоже открывал этот стрим Но тоже быстро уснул Девчонки или девчонки там были Обычные, самые нормальные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, начинаю черкать что-то там по малеху они вроде как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, пошел инвайт, отлично Вот группа выгодна, можно сидеть, что-нибудь там ковырять, смотреть А тебя инвайт, а ты ничего не потеряешь, как бы не пропустишь Ну до 7 часов час остается всего лишь Скоро уже года начнется, пацаны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, поехали! Продолжение, ребят Вот 5 Мпак Кинда, 3 побед ТВЗ великолепная Сейчас мы посмотрим Начинается игра, новых реплеев будет В новом уже патче получается У нас Что, и говорить? Пойлю рекламу DimaTorzok DimaTorzok Не убираю рекламу Субтитры сделал DimaTorzok 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 возможную, но теперь как бы Изерт и Юра делают все как бы, раньше я сам больше заморачивался, там с кем-то связывался сейчас это просто делать не надо ну а я стримлю, бы Мэйджик стримит, еще кто-то там естественно турнир наш, поэтому все плееры будут врублены, соответственно вот, ну сегодня отборочные начнутся финалы там ближе к концу года уже будут 30-го числа последний день у нас запланирован, 31-го не знаю, что там будет что-нибудь 31-го постремлю, короче к концу года уже буду жидко к descijn 1971-го сейчас еще стою лист платим я это uda Так, там третий ХТС пошёл, я вижу. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 111 рублей и сообщает, что то погода в Питере не очень, то дождь, то минус 10, опять дождь, сжесть. Всё гриппует. Желаю всем крепкого здоровья, а Брюс и так не победим. Спасибо за стримы, Серёга. Спасибо, Фастрон. Скажу я тебе, что у нас вчера выпало снега, просто, ну, много реально снега выпало, а сегодня дождь просто плюс и, как бы, такой ад под ногами, блин, ноги у всех мокрые. Нужно реально идти, как бы, с руками так, чтобы баланс ловить, а иначе ещё кабину растебаешь об лёд, об этот весь. Вот, ну, тут передроб Маликов, в общем-то, со Стимом пошли, хватит про погоду, ну, ничего страшного, как бы, ничего страшного. В предыдущие годы плюс был до Нового года всегда, как бы, то есть, последние года три. За поддержку всем спасибо. Сейчас хотя бы, как бы, ну, тут зима что-то началась уже. Ну, уже раз был, снег уже на лыжах катались, он растаял, как бы, теперь опять, в общем-то, выпал на несколько дней, но в этот раз, в предыдущий раз он неделю пролежал. Где-то, в этот раз, дня два, вообще. Я думаю, будет ещё в этом году зима. Так, 1-1, раньше у ЗРГ 1-1, чем у Тирана, у Кина, но у Кина тоже 1-1, достаточно ранние грейды, и третья сетчика здесь, на мейне прям пошла. Так, 1-1. Так, минус криптумор и минус овер. Такой контроль. Кривоват сейчас был откинут. Но успел улететь, помимо пары мариков, но вот этот медивак обязательно для вычинки. Нужен два удара королевы, он падает, а там могут ведь моряки сидеть. Ну, то есть может погибнуть, он просто с ними внутри. Это будет абсолютно неприятный момент, естественно. Новая технология получена. СН готов! Пару криптуморчиков еще тройку выбивает у нас скин. Уходит. Ну, а импакт развивается стабильно. Парабам 66-54, то есть зерк плюсен. Если говорить о перспективах этой игры. 2-2 никто не заказывает. Странно, что зерк не заказывает. У него раньше 1-1 доделалось, а здесь армори не было укина. Но вот сейчас он сможет заказать, а армори доделалось 2-2. Ну, крип поконтролил, но крипа достаточно много нового. Лимита боевого у зерка тоже не меньше, чем у тиран. То есть в лоб сейчас как-то ля, кина драться не очень хорошо будет. СС-шечкой полгода что-то бы летал. Вот лучше бы чем-нибудь бесполезно дропами стоять. Мне кажется, СС-ку пораньше бы занял лукин. Здесь. Но он не занимал ничего. Так, 300 километров, но у нас другая может быть погода. Поэтому как бы у нас море подальше, но у нас водоем Сковско-Чудское озеро тоже влияет. Посмотрим. Обычно, да, погода. Есть какой-то большой циклон. То погода одинаковая. А если где-то на стыках там атмосферных всяких этих явлений можно находиться, он между нами стык, то там может быть разная погода вообще. Оливье селёдочка под шубой. Но это-то обязательно по-любому. Оливье селёдочкой под шубой вообще не вариант. Оливье я ещё ладно. Под шубой селёдочка это, конечно, обязательно быть. Короче, импакт атакует, вот. Может, Илюха ещё приедет и сможет выбраться. Ну, если не до Нового года, то после обещал. На Новый год было круто. Так, минус несколько чейнилингов там. Три-три. Укина пошло, ребят. Ну, пассивно пока игра складывается. То есть, видно, что Нибьян там или Инновэйшн какой-то здесь играет. Там, я не знаю, с Дарком, например. Или с одним из какими-то топовых зергов на самом деле сейчас. Вот. Медленно, но верно развиваются. Ну, пассивно. Как минки жахаются. Просто дичь какая-то. Минки просто иногда так стреляют у тирана, что вообще, ну, дэмэдж наносят больше, чем вся остальная армия его. Здесь медиваки остались, что-то никуда не летят. Здесь стенки даже нет ещё. Стенку-то что, не хочет закрыть Кинг. Ну, есть тут три инфестора, но они вообще как бы без энергии. Пытается Кинг здесь... Ну, на ХГ уж ходят, да. Здесь нормально вроде держатся сейчас. Есть одна минка. Стенки нет. Блин, ну, стенки тоже нет. Это какой-то фейл вообще жёсткий. Заходит Линга Бэйна наверх. Минка падает. Скан идёт. Видишь, здесь инфесторов нет. Что-то у нас получается с кем? Мариками надо уйти. С темпач уходит дальше. Сприт пошёл. Бэйна заходит. Бэйна загромил. Там мародёра два выжило. Затанковали. Бараки упали три штуки. Ну, главное, что не упала экономика просто. Нужно подсканить бы сюда. Видел ли Кин вообще, что тут закопалось что-то? Я не знаю. Ну, юниты все ушли отсюда. Импак сейчас выкопается и начнёт грызть. Три-три доделываются у Тирана. Кстати, ЦЦ... А, это с мейна ЦС-чика, кстати, перелетело. Выкопались Линги. Здесь ещё два Линга есть. Ну, кстати, это не Бэйна. Скан пошёл. Инфесторы кидают хороший Микост. Идут Линги вперёд. А нахрен они сюда идут? ТБ Лингов ровно ноль. Вообще вмятся всех. Что сейчас сделал вообще импакт? Просто отдал где-то штук 50 Лингов. Вообще просто. В никуда. В никуда абсолютно отдал. Решение странное абсолютно было. Забегание. Но экономика лучшего импакта всё равно. Пятая хата есть сверху. Уже. Ну, правда, не раскачано. 73 дрона на 54 КСМ. Оно для Тирана на такой стадии отставания 20 рабов. Это, ну, не сильно очень прям решает. То есть, как бы, можно тащить всё равно неплохие залпы. Минус пару лингов Беллингов. Так, опять пару лингов закопало. Здесь туреток нету. Вижена нету. Здесь два есть. Но они, кстати, закапывают. Не то, чтобы нагрызть две штуки. Две штуки. Вижен дальше давать. Ещё 9 КСМ-к минус. Так, отошли линги. Сейчас выкопались. Морфятся два Бейна. Посмотрите, как прикольно действует импакт. Вот это хорошая работа, я бы сказал. То есть, отошел, подморфил пару Бейнов. И они сейчас ещё штук 9 рабочих влёгкую взорвать смогут. Просто влёгкую сейчас. Ну, а в этот раз Кин отреагировал. Смотрите, как хорошо. А не 0 рабочих взрывая. Четыре там дроны как-то убил. Кин, я не знаю, чем он там чем-то убил. Надо по рабочему восстановить количество, популяцию. А только-то их реально мало. Пять караптеров пошло. Пять караптеров пошло. Пять караптеров пошло. Опять забегание. Ну что вы тут за огрызок стенки? 3D-пошки. Поставь ты нормальную стенку сюда. Гост Академию спалил. Лингом из РЧС. Прошёл скан, выбивает Линг. Здесь тоже стенку восстановить не мешало бы. Здесь опять забегание с направления с 6 часов идёт. С 6 в сторону 5. Переход к 3. Либераторов достаточно много, но караптеров при этом всём. У зерга много присутствует. Линга-бэйлинги проходит. Хочет минуснуть там импакт третью базу. Линги врываются, бэйлинги врываются. Здесь вроде как всё отбивает более-менее. Либераторов столько много, что линги даже не успевают тупо пробежать. Так, залпы пошли по караптерам, по минам. Мин, правда, кончаются. Здесь ультра бегает под минами, под либераторами. Но трансюзов просто немерено. И королевы пришли. Всё-таки они дошли до сюда. Медленно, но верно. Зерг пришёл и убил. Позицию там выверял очень-очень долго, чтобы нормально зайти, чтобы нормально королевы успели подойти. Успели, зашёл. Всё нормально. Вторую ждём игру. Поехали. Тот не жмёт готовность. Кто-то нажал всё-таки в итоге. Тот не жмёт готовность. 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 Продолжение следует... Ну что, Impact 1.0. Что Impact в последнее время, я вам скажу, неплохо отыгрывают. Очень даже. Продолжение следует... 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 Здорово, Элю. Пока медленно, но верно развиться. Идет 50-35 парабан. Икин вылетает. Очень опасный выход идет сейчас от Кино, ребят. Два медивака дроп, свитч в 4 медивака дроп. Импактов у катушки только на половине, даже меньше, чем на половине сейчас. Но Бейлингов достаточно много, Лингов достаточно много, королев. 1-1 грейды на одну атаку тирана только. Здесь еще риперы есть, которые гранатами будут неслабо напрягать на самом деле. Ну, посмотрите, как окружено все, и Кино единственное остается это улететь. Успеть. Ну, импакта великолепная ситуация. Опять я вам должен сказать, то есть у него 55-43 парабан. Здесь только-только грейдится в орбиталку с эсэха. Армори инженерка еще не готова. Если сейчас импакт 2-2 закажет, просто у него вообще по грейдам все великолепно будет. Но, может быть, он хочет хайф делать, я не знаю. Но пока я шпиль только вижу. Хайла нет здесь снизу. Тут выход неудачный, который на дропе улетел. Пришел ловера, вывел сейчас скин импакту. Вижу, второй армор пошел. И коготь, все, нормально. Грэдет заказана. Грэдет заказана. Так, ну тут опять, короче, на ловом идет. Риперы уничтожены. Крип немножечко повыбивал здесь скин, но импакт сразу же восстанавливает. Вот в этом направлении криптумора надо. Посмотрите, раз, два, три. Шесть криптуморов просто. Один сюда, и остальные сюда вверх поперли просто. В это время еще и врыв на третью цсэху идет. Со стороны импакта. В ксм-ок вкатываться пытаются баллинги, в ксм-ок не вкатились. Попытался в марик вкатиться, несколько мариков погибло. Ну вот, ну, какой баллинг он и был, как же кин сейчас провалился вообще. Даже два баллинга, просто все малики взорвались за удар практически. Су-су-су-су-су-су-су-3-4-108 по лимиту. 10 минут игра уже идет 4 импакта база стабилизировала 78 дронов 2-2 у импакта раньше, чем у Кина сейчас будет Ах, как минки самому же Кину демор сейчас наносят В этот раз минки импакт выманивают Очень-очень неслабо Так, здесь Бейны пришли Бейны взрывают обе минки Импакт идет вперед У Кина просто ничего не остается Как-то он громит его по всем направлениям сейчас реально Просто по всем направлениям Где мутка? Мутка здесь за зданиями дерется Вот где косяк Мутка дерется со зданиями, чтобы драться с мариками Мутка без грейдов на 0-0 грейдах Поэтому она не сможет здесь перевернуть ничего Так, королева трансюзится Мутка новая дотекает Сейчас марики уже 2-1 будут Нужно ли муткой таких мариков наламываться? По-моему, очевидно, что ответ нет Пусть королевы хотя бы затанкуют У них хотя бы 2 армора есть Ну вот, дотекание лингов приходит Сейчас плюс еще муталис КП импакт просто в лоб здесь кинов Клам причем разбирает Медивайк все уничтожает Врыв мариков идет Марики убиваются все Мариков не копится стек Здесь линги на мародеров наламываются Есть, правда, две минки Они выстрелили уже Сейчас не помогут Туретки нет на второй базе Сейчас просто начнет импакт унижать экономику на второй На третьей тоже линги работали В итоге, в общем-то, мы видим, что 2.0 Сейчас становится Импакт уверенно тут рвет кино Просто уверенно Ну и успеем, наверное, до ГГ года Получается мы тормознусь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девки на субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, очнулся Я что-то я прям это Словил сейчас сонного, короче Привет, Бетанигей Привет всем, ребята Вот. Вот. Так, 25 минут есть и покушать успею, но насчет покушать я ФЗ успею или я? Вот, но... Это только если импакт 3-0 сделает, понимаешь? Ну не факт, что импакт сделает 3-0, а вдруг Кин вообще сейчас камбэчить начнет. Но пока по предыдущим играм не было заметно, что Кин готов к камбэку или чему-то такому. Прада ему Джилкин дронов и ни одного не убил. Это очень круто. Сегодня достаточно рано встал, учитывая, что лег почти в 3, встал в 10. Накапливается за неделю усталость. С Машей было бы посидеть. Так, 3-6-3 спорванул. Третья хата. Все примерно стандартно. Сейчас передроу пойдет Мариков. Конечно, импакт понимает это все прекрасно. Чем он будет готовиться? Я вижу, что Линга королевами. Но нужно, да, вот именно очень важный момент здесь загадить все крипом абсолютно. Соединить все базы, чтобы даже вот здесь лучше криптумор вот сюда куда-нибудь пилить и вот так вот по периметру протянуть, чтобы Вижен был еще там в космос. Хотя Вижен можно оверами достичь, в принципе. Так, погнали, Линги. Передроб с 3 оверов будет. Не слабенький такой передроб идет. И кстати говоря, блин, какой прикольный тайминг у импакта. Посмотрите, он знает тайминг дропа. Ну, конечно, он знает тайминг дропа Мариков. Вот он сейчас овером его палит. Нужно залетать сюда. На вторую базу. Залетает дроп. Причем они видно, видно все. Надо стенку через стенку пробегать. Пробегает. Не успевает Кин стенку закрыть. Это везение, что сейчас не успел стенку закрыть. Импакт видел, что можно ворваться просто. Линги здесь на мэне. Залп КСМ-кам с вами только дэмэж нанес. Две КСМ-ки уничтожены. Это пока немного, но Шухер знатный навел здесь зерк на самом деле. 8 КСМ-ок уже падает. Ну, барабам меньше. Вот сейчас 12 дронов заказано. Сейчас только-только больше станет. Линги пытаются здесь мишку побегать. Время протянуть. Так, Кайтэм. Я не понял, про какие ты три победы говоришь. Безрезультатные дальше дропы идут со стороны импакта. Но, с другой стороны, смотрите, у импакта два эволюшн. То есть, работают они сейчас оба идеально. Армор почти доделан. Если он сейчас плюс два, Армор закажет сразу же. Он сразу же не закажет. Правда, Сентигаза нет вообще. То он обгонять 100% будет. Тирана по грейдам я хотел сказать. Ну, тирана, посмотрите, у него... О-о-о, да ну, он даже... Он не ставит Армор, он не ставит вторую инженерку. То есть, 2-1 у него не скоро будет заказано. Так и так здесь, я думаю, даже при таком раскладе импакта гонят. Потому что газ он не добавляет больше. Вообще, ни одного газа не добавляет. Это очень странно. Вот поэтому он и грейды не может запилить. Так, здесь Либератор разложен между базами. Лишь он проход собирается перекрыть. Я имею ввиду. Кин Либераторами. Импакт забегает лингами, но здесь реально много мариков в дропе. Это похоже на 2-1. Хотя, вот сейчас минка как по своим марикам жахнула жестко. Нет, это не 2-1. Импакт здесь отбивается. Вот если бы не последняя минка, я думаю, Кин бы значительно больше демежа нанес. Там марики очень жестко продемежились, на самом деле. там они корними плюс. Они хорошitate, который применятся. Ну-ка. Так, доделалось арморе. Инженерочка есть. Ну, сейчас практически сразу закажет Кин-2-2. Посмотрите, вот хвалил я, хвалил импакта, прошло уже просто времени, наверное, минуты две или три. И он вообще про грейдет забыл напрочь. То есть, он нахрен ему 2-2. Зачем, конечно. Сделаем по катушке и на 1-1 будем бегать. Газ вот только-только добавил сейчас. На мэни вообще вот только сейчас. На второй нету. Вот что мешает Зергу заказать лишних 6 дронов и добавить раньше газ, чтобы грейдет нормально. Вот коготь заказал. Ну, тут у Кина раньше 2-2 будет. У Кина все нормально. Вот из-за этой ситуации лимит равный практически. Ну, ты про Бо-3 и Бо-5 говоришь. Я не понимаю, к чему ты это говоришь? Причем здесь успеешь, не успеешь. Кого-то интересует, устанет или нет. Есть турнирное правило, где Бо-5 играется. Бо-5, где Бо-3 играется. Бо-3 все же очевидно здесь. На ГГ года тоже, кстати, сейчас на первых отворочных финал будет Бо-5. Так, пошел драпец. Хорош такой драпец от Кина, но здесь и лингов, и бэллингов достаточно, чтобы встретить было. Вижу, первые караптеры поперли. Четвертые начали. 275 дронов. Все равно, импакта дронов много. Полиамид-то он, правда, не в плюсе в этой игре, но даже при таком раскладе можно тащить. Сейчас даже турниры есть, где групповая стадия GSL-системы делается и не Бо-3, а Бо-5 получается у нас группу. Помню, Бо-5 делали, так, еще кто-то там делал, так. Я предлагаю вообще на МГ года тоже запилить групповой Бо-5, чтобы каждый матч был. Не знаю, пацаны там подумают, решат. Потому что призовой уже хороший, уже больше 1000 долларов призовой, а турниры еще даже первые отборочные не начались. Так что, я думаю, что до конца года очень даже достойный призовой соберется, поэтому нужно сделать побольше крутых матчей, чтобы было. Но там уже примем совместное решение. Я бы запилил бы так, на самом деле. Ну, хз, может быть и нет, потому что, если группу в 18.00 начинать, то, как бы, часам к одинности она закончится. Примерно. Так, королевы под ударом, трансфюзы вообще не кидаются. Три королевы с полной энергией? Нет, одна выжила, две королевы. Я думал, три уже сейчас отдаст. Так, Мариков повергли ринги Мариков, загрызли всех. Третья атака делается у Кина, у оппонента его импакта не делается. Три-три грейды, но зато массятся ринги и пятая хата там ставятся. Ультра будет? Нет, какая ультра, если еще инфестейшн только доделывается. Ну, хоть на Мехос выйдет, хоть на Инфесторов выйдет, и то хорошо. На четвертую базу перевод идет. Уже показано, что 10 дронов добывает, то есть они все в пути эти 10. 2 еще выходят, 12 сейчас будет. Здесь надо аккуратнее быть, надо принимать бой. Линга Беллингами против Тубио. Отогнал сейчас импакт оппонента своего. Уходит кин назад. Крип сразу же восстанавливается. Криптумы, которые живые, сразу вперед идут. Здесь в этом направлении тоже тащить. Ну, так хорошо вот свою половину плодит. Если вот дотащить крип отсюда, вот досюда и так сюда, то есть можно ровно полкарты отсечь, и вижен здесь будет, здесь пару оверов повесить. Вообще контроль будет просто идеальный у Зерга, и скорость передвижения между вот этим пространством будет просто молниеносная. То есть как бы от дропов, от всего, от любых выходов будет проще отбиваться на самом деле. Так, 18.46 уже, ё-моё. Ой, как минка сейчас жахнула. Ну, посмотрите, сколько Линга Бейнов у импакта. Это просто жир, реально. Это все идет вперед. Бейлинги врываются. Сплит, конечно, имеет место быть, укину, но просто, я не знаю, здесь как катком просто прошелся импакт. На четвертой базе планетарка не успевает доделаться. Была планетарка этой базе, ничего не было. Здесь просто 20 лингов или 15 даже прибежало. И начал играть. 150 на 84. Импакт пощадил меня и дает возможность перекусить. Я сейчас сделаю стоп-старт. Вернусь без задержки к вам. Ну, я выставлю ее потом на ГГГО, ребят, ждите. Ну и запись обрубим.